Алан Милл, Винни-Пух и все-все-все. Глава одиннадцатая, в которой в лес приходит тигра и завтракает. Часть вторая. Пятачок знал, что ответить. Он сказал, не задумываясь, что нужно пойти к Кристоферу Робину. — Вы найдете его, Кенге, — сказал Ио. Потом он подошел поближе к Пуху и сказал громким шепотом. — Не могли бы вы попросить вашего друга перенести свои спортивные упражнения в какое-нибудь другое место? Я сегодня собираюсь обедать, и мне не очень хочется, чтобы весь мой обед истоптали ногами. Конечно, это пустяки, прихоть, можно сказать, но у всех у нас есть свои маленькие капризы. Пух важно кивнул и позвал тигру. — Пошли, мы сейчас пойдем к Кенге. Уж у нее обязательно найдется для тебя куча всяких завтраков. Тигра закончил последний круг и подбежал к Пуху. — Жжется! — объяснил он широко и приветливо, улыбаясь. — Пошли! — и побежал первым. Пух и Пятачок медленно побрели за ним. По дороге Пятачок ничего не говорил, потому что он не мог ни о чем думать. А Пух ничего не говорил, потому что думал о новом стихотворении. И когда он все хорошенько обдумал, он начал. Что делать с бедным тигрой? Как нам его спасти? Ведь тот, кто ничего не ест, не может и расти. А он не ест ни меду, ни вкусных желудей, но ничего, чем кормят порядочных людей. Он даже отказался жевать чертополох, чем вызвал в нашем обществе большой переполох. — Так что ж нам делать с тигрой? Как нам его спасти? Ведь тигре очень нужно немного подрасти. — Да он ведь и так уже очень большой, — сказал Пятачок. — На самом деле он еще не очень большой. — Ну, он кажется очень большим, просто огромным. Пух, услыхав это, задумался и пробормотал про себя. — Не знаю я, сколько в нем метров, и литров, и килограмм, но тигры, когда они прыгают, огромными кажутся нам. — Вот и все стихотворение, — сказал он. — Тебе оно нравится, Пятачок? — Все, кроме литров, — сказал Пятачок. — По-моему, они тут ни к чему. — Они обязательно хотели встать сзади метров, — объяснил Пух. Вот я их и впустил туда, чтобы отвязаться. Вообще, это самый лучший способ писать стихи. Позволять вещам установиться туда, куда они хотят. — А, этого я не знал, — сказал Пятачок. Тигра тем временем весело прыгал впереди, поминутно возвращаясь, чтобы спросить, — Сюда идти? И вот, наконец, показался домик Кенги, и там был Кристофер Робин. Тигра бросился со всех ног к нему. — Ах, это ты, тигра, — сказал Кристофер Робин. — Я знал, что ты где-нибудь тут. — А я столько всего нашел в лесу, — с гордостью сказал тигра. — Я нашел Пух, и Пятачок нашел, и еще и А нашел, а вот завтрака я нигде не нашел. Пух и Пятачок подошли к Кристоферу Робину, обнялись с ним и рассказали, в чем дело. — Ты, наверное, знаешь, что тигры любят, — спросил Пух. — А если я очень постараюсь, я, наверное, вспомню, — сказал Кристофер Робин. — Но я думаю, что тигра сам знает. — Я знаю, — сказал тигра. — Они любят все на свете, кроме меда и желудей, и еще, как эти жгучки называются? — Чертополох! — Да, и еще, кроме этих. — Ну, что же, ладно, уж Кенга накормит тебя завтраком. Они вошли в дом, и когда Крошка Ру сказал — Здравствуй, Пух! — и Здравствуй, Пятачок! — по одному разу, и Здравствуй, тигра! — два раза, потому что это очень забавно получилось, и кроме того, он ведь никогда еще так не здоровался. Они рассказали Кенге, зачем они пришли, и Кенга очень ласково сказала — Ну что ж, милый тигра, загляни в мой буфет, и посмотри, что-то тебе там понравится. Ведь Кенга сразу поняла, что хотя с виду тигра очень большой, он также нуждается в ласке, как и Крошка Ру. — А можно мне тоже поглядеть? — сказал Пух, который уже начал себя чувствовать немножко одиннадцатичастно. И, получив согласие, он разыскал небольшую банку сгущенного молока. Что-то, видимо, подсказало ему, что тигры не любят сгущенное молоко, и он тихонечко унес банку в уголок и спокойно занялся ею. Но чем больше тигра совал то свой нос, то лапу, то в одну, то в другую банку, тем больше он находил вещей, которые тигры не любят. И когда он перерыл весь буфет и нашел все, что там было, и оказалось, что он ничего этого есть не может, он спросил Кенгу — Что же теперь будет? Но Кенга и Кристофер Робин и Пятачок все стояли вокруг Крошки Ру, уговаривая его принять рыбий жир. И Ру говорил — Может, не надо? А Кенга говорила — Ну-ну, милый Ру, вспомни, что ты мне обещал. — Что это там такое? — шепнул тигра Пятачку. — Это ему лекарства дают, — сказал Пятачок. Витамины. Он их ненавидит. Тигр подошел поближе и наклонился над спинкой кресла Ру. И вдруг он высунул язык, послышалась громкая буль-буль, и, поскочив от удивления, Кенга вскрикнула — Ох! И ухватила ложку как раз в ту самую секунду, когда она уже исчезала в пасти тигры. Ложку она спасла, но рыбий жир исчез. — Господи, тигра! — сказала Кенга. — Он мое лекарство принял! Он мое лекарство принял! В восторге запрещал Ру, решивший, что это отличная шутка. Тут тигра посмотрел на потолок, закрыл глаза, и язык его пошел ходить кругами вокруг мордочки, на тот случай, если что-нибудь осталось снаружи. Затем его озарила умиротворенная улыбка, и он сказал — Так вот, что тигры действительно любят! Теперь нас не удивит, что он поселился в доме у Кенги и всегда получал рыбий жир на завтрак, обед и ужин. Иногда, когда Кенга считала, что ему нужно подкрепиться, он вместо лекарства принимал ложку-другую кашки, которой завтракал Ру. — Но я лично считаю, — говорил в таких случаях Пятачок Пуху, — я лично считаю, что он и так достаточно крепкий.